А теперь у нас Ежа Сармат. Мы только что говорили про Ежа Сармат, и у нас Ежа Сармат критикует политические взгляды Никсель-Пиксель, часть первая, к счастью только одна. Пускай от либертарианцев и поясняет за свои политические взгляды. Хм, дайте угадаю, мне кажется у неё какие-нибудь очень леволиберальные социал-демократические взгляды. Плюс в чат, да, ускоряем, я думаю. Посмотрите, какая красота. Думаю ускоряем, друзья, потому что надо как-то это... Это просто лицо социал-демократии в 21 веке. Либертарианство говно! Расскажи, как ты пришла к леволибералитму. Так, слушайте, ну я как бы тоже думал всегда, что либертарианство говно, но после этого я начал сомневаться. Да. Сильно быстро, потому что Никсель-Пиксель говорит довольно быстро, у неё хорошая речёвочка такая. Супер стесняюсь включать на этот вопрос, потому что я бэйби-лефти. Многие из вас мне пишут, что типа я феминистка, мне всё это нравится, я читаю много, но я сама объяснить не могу. Я хочу какой-нибудь пост, но я боюсь написать что-то неправильно. И я вот... Блин, мне... Стас, если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, но это мне напоминает. Ладно, всё, я не буду заканчивать мысль. На той стадии с левыми всякими идеями. И вот что я сейчас могу сказать, это то, что я считаю, что капитализм это несправедливая и эксплуатирующая эксплуататорская система, целью которой является максимизация прибыли и любой ценой. Ура, ура. Видите, Ника доросла до идеи о том, что капитализм это, блядь, плохая вещь. Ну, как бы исходя из её взглядов, как бы, квази-нацистских. Друзья, Ежи тоже левая, если что. То есть она от гендерного социализма переходит постепенно... Ежи бы, если бы у нас, в общем, был стол непосредственно, за которым бы садились консерваторы, и за которым бы садились все остальные, то есть консерваторы справа, а все остальные слева, но получилось бы, что Ежи сел бы слева, потому что он миротократ. Правые бы его не посадили рядом с собой, к сожалению. Я не могу прочитать этот ник, он серым там выглядит. Вне соотношения с окружаемостью человек в привычном понимании вообще существует. Необходимо ли мышление должно обращаться на других, условно говоря, людей, чтобы человеческим оставаться? Здесь можно придумать разные философские трактовки данного вопроса, поэтому говорить о существовании человека довольно странно. Ну, то есть есть очень много антропологических концепций от религиозных до философских и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорить о каком-то одном едином человеке нельзя. Человек — это комплексный предмет, всегда комплексный предмет, и разные учения, течения, там, науки рассматривают его по-разному. В этом смысле он и не существует, потому что это абстракция. Ну, как вид он абстракция, и как какое-то существо абстракция, и как его деятельность тоже во многом абстрактна, человек во многом абстракция. И существует он в разных пониманиях. Необходимо ли мышление должно обращаться на других, как угодно, в зависимости от ваших воззрений. Если вы германефт, ну да, должно. Если вы не германефт, как получится. К обычному социализму. Это вполне естественная эволюция взглядов. И за это похер на экологию, потому что похер, что там долгосрочный предсказатель будет. Главное, сейчас побольше не говорить. Что родится, если Стасу выберет Нику? Ну, здесь, в общем-то, Нику уже не права, потому что у разных предпринимателей разный горизонт планирования. И поэтому, если экология пойдет по пизде, или кто-то на заводе у тебя будет умирать, это на самом деле невыгодно. Согласен. В этом выгоды-то никакой нет, в общем-то, в общем-то. То есть, даже если мы ингредиенты... Ну, в рабстве то же самое. На самом деле, в рабстве то же самое, друзья, да? Мне, как, в общем-то, владельцу рабов, невыгодно, чтобы мои рабы умирали. Лучше, чтобы они были здоровы, повышали свою профессиональную деятельность и так далее, и так далее, и так далее. По-моему, было бы клево тогда, да? Если бы мои рабы хорошо бы себя так вели, чувствовали, жили в хороших условиях, развивались постепенно. Что думаете, друзья? Ашадов, а ты веришь в генетику? Нет, не верю. Мы планируем предпринимателям, субъектам капиталистического общества, что они мыслят только в категориях прибыли. Что вот кроме прибыли их вообще ничего не интересует, да? Как вот у Маркса в предисловии капитала написано, что там за 300% прибыли капиталист пойдет на любую хуйню. Даже если мы исходим из этой пресуппозиции, все равно. Да, проблема заключается в том, что благосостояние непосредственно рабочих капиталистов влияет на его благосостояние. Ему хорошо, чтобы его рабочие как минимум были, ну, не совсем уж нищими. Если экология пойдет по пизде, и у тебя на заводе будут умирать работники, это нехорошо. Невыгодно. 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 И рабовладельцу невыгодно. Капиталистическая конкуренция. Все невыгодно, согласен. Мы же теперь еще разместим свой завод в Китае, и там много людей, ха-ха-ха-ха. Как я к этому пришла? Через видосы от философи Тюба и Натали, которая контракла. Понятно, в общем, она какой-то хуйню наслышалась. Она наслышалась на Ютубе. Брэдтюб. Я все еще в процессе, все еще изучаю это. Но я уже понимаю, что капитализм и критика капитализма — это часть важного активизма феминистского. И все это... Потому что феминистки многие левые. Есть правый феминизм, но большинство феминисток левые. Ну, правильно. Как бы социализм должен быть не только гендерным или национальным. Социализм должен быть всеобщим. Он должен затрагивать все аспекты. То есть, экономику и политику. Поэтому ура! Девочка выросла в полноценного левака. Как бы из личинки. Да, сытая овца дает больше шерсти. Так это работает. Ну, то есть, и в рабстве, и в капитализме. Вообще, понимаете, я думаю, различия левых и правых капиталистов там и, не знаю, коммунистов следует проводить как раз по критерию больше свободы. Ну, то есть, нас куда больше интересует их свобода, как критерий. Важный, важный критерий. Чем человек свободнее, чем он более отрешен от всякой деятельности, в том числе капиталистической, тем лучше. То есть, для него, если в плане левых людей коммунистических это все рассматривать, чем, в общем-то, более человек освобожден, тем лучше, тем лучше. Считается. А может быть, человек не должен быть освобожден? Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос, как бы. Другой вопрос. Больше нужен для правых такой вопрос. Ну, тоже. А просто теми же терминами, которые, в общем-то, пользуются Ежи Сармата, мы можем оправдать рабство. Рабство, на мой взгляд, не то чтобы плохо, но на Твиче, наверное, плохо. На Твиче мы не поддерживаем рабство, но в целом, в теории, может быть, вполне так себе приемлемое, хорошее, замечательное рабство, где все хорошо существует, где рабы живут хорошо. А как выглядит правый феминизм? А вы видели такую стримершу, которая называет себя Алина Самойлова? Вот вроде как-то так выглядит. Родилась какая-то хуйня, типа бабочки. Хотя это больше на летучую мышь, похоже. Входит вот в эту пазл. Лерхата. Вот, и все это как-то вместе нужно. Ну, правильно, правильно. Ну, то есть, эксплуатация человека человеком на уровне гендеров — это патриархата. Не, ну, то есть, понимаете, леваки, они хотят, чтобы люди освободились, как бы. А остальные не хотят. Вот и все. Эксплуатация человека. Тут борьба ценностей. Самойлова, но она вроде за рынок, получается. Человеком на уровне... Скорее правая, чем неправая. На уровне, там, экономических и политических процессов — это капитализм. Поэтому то, что Ника критикует патриархат... Ну, мне кажется, может быть, и может, я ошибаюсь. Это, на самом деле, частный случай критики капитализма. А, на центр, говорит. Ну, пусть будет центром. Ну, ладно, правда. Вообще. У Элины много видео по философии, если что. Вот. Просто капиталистическую систему можно критиковать, там, с гендерных позиций, экономических позиций, политических позиций, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все. То есть, перед нами готовый левак. Точнее, левачка. Я пока не знаю, как определить свои политические взгляды четко. Но я что-то читала про социал-демократию. Возможно, я скажу... О, социал-демократия, Адольф Гитлер... Ой, ладно, не будь его грустным. Я вот про это. Левый либерализм... А что, право в ее феминизме? Рынок. Нет, наверное, это совсем не то. Слово либерализм... Тем более... А, вот почему Рэд. Тем более в экономике либерализм, это же есть капитализм. Поэтому нет, либерализм это плохо. Алина очень красивая, друзья. Я не знаю, почему вы пендриваетесь на Алину. Алина замечательная. Социал-демократия. Но это, кстати, тоже связано с тем, как с моим процессом узнавания. Ника замечательная, Алина замечательная. Замечательные люди, девушки. Прекрасные, красивые, хорошие. Вообще никаких проблем не вижу. Зачем вы агритесь? Раньше я вообще не знала разницы между либерализмом и левыми идеями. Я думала, что либерализм — это левый. Что типа есть консерваторы, а есть либералы. Ну, потому что она, видимо, в США училась, где либералы воспринимаются как леваки. И только вот года два назад, или даже год, я начала узнавать, что оказывается совсем всё не так. Что либерализм... Да, особенно в политических науках 19 века, где социалисты и леваки, они рассматривались... Социалисты и либералы, они рассматривались на противоположных частях спектра политических предпочтений в то время. И капитализм, они вот так вот hand-in-hand, что либерализм — это как идеология капитализма, и неолиберализм, и... Ну, не обязательно, кстати, потому что есть системы с очень капиталистической экономикой, но без либерализма в надстройке. То есть правая авторитарная система, ну, кстати, за которой я топлю. Это всё, она начала узнавать, и что левая — это совсем другое. Ну, Маргарита... Маргарита Митцгендлер тоже красивая девочка, я не знаю, чего вы, друзья, обижаете людей моих. Я плохо, как у меня тут разговариваю. У Алины прекрасное лицо, и фигура замечательная, Александр. И вы зря, вы зря, вы зря. И я очень сильно стеснялась. Да. Ну, у тебя маленький мозг, но ничего. Я боюсь, что у меня захейтят левые всякие, что я очень плохо об этом говорю. Интересно было бы узнать от себя про либерализм. Не, нормально, нормально. Вступай в движение за новый социализм Платошкина. Или куда-нибудь, в Союз Марксистов. Эх, ежи. В революционную рабочую партию куда-нибудь. Комитет за восстановление рабочего интернационала. Что думаешь о нём? Ежи, почему ты так не любишь левых? Ты же когда-то думал, что это стремление к большему, к чему-то хорошему, к лучшему, к большему, к изменению политической ситуации, а в итоге стал провоком. Либертиянство говно! Нужно прям такой хороший... Не может быть. Мне не нравится, как Ника вообще, в принципе, повествует. Ну, просто вот, знаете, её заготовленные видео больше похожи на стримы. При этом её речь довольно часто сбивается, честно скажем. Она довольно непоследовательна, поверхностная её речь. Неинтересна, неинтересна. Её очень легко разнести. Шадов, а вы считаете себя красивее Тимберлейка? Не знаю, не знаю. Нет, наверное, нет. Я не любитель мужской красоты в данном случае. Либертиянкой? Обожала. Бля. Айн Рэнд? Обожала, хотела вступить в партию. Либертиянка. Как же их плющит, да, вот этих несчастных хипстеров. Но, с другой стороны, кстати... Да, я согласен, что Ежа ресентимент к левым. Я не понимаю, почему. Но просто самого Ежа, насколько я помню, в молодости так ещё плющило. Ну, то есть... Чё он только не делал. Это показательно. Почему это показательно? Потому что от либерторианца до, блядь... Да, однажды Шопенгауэр действительно снизошёл, чтобы раскрикывать Нику. Ну, проблема Ники заключается в том, что ей было бы неплохо брать и готовить видосы последовательно. Разбирать, в общем-то, матчасть. Логически выводить одно из другого. Приводить аргументы против своих врагов, которые бы такие... Всё, мы побеждены. Но просто матчасть феминизма, это не то, чтобы что-то очень слабое. Это вполне так себе хорошо работающая логическая система, в которой много определений, которые друг друга дополняют. То есть, хорошая, качественная феминистка аргументативно может раскатать Ежа Сармата какого-нибудь, который будет без уважения относиться к феминизму. Просто раскатать его ток-так. Превратить вот этого маленького человечка вот в такое пятно кровавое. Ну, вот просто потому, что Ежа, скорее всего, не будет с уважением относиться к сопернику. И вот просто недооценит его. И ввиду этого, ну, скорее всего, проиграет в первом раунде, как минимум, в первом бою. Но Ника действует по-другому. Ника действует по-другому. Она создает довольно-таки примитивные, непоследовательные видео, где она просто такая угорает. Ха-ха-ха. Я хотел стать либертарианткой. Но либертарианцы как бы говно. И стрелочка не поворачивается. А почему? Почему стрелочка не поворачивается, Ника? Вот самый главный вопрос. Вот на что следовало бы ответить, например. Стал демократовый, это полшага буквально. Буквально полшага. Кстати, мое видео по матчасти, ну, то, 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 мое видео, которое у меня самое популярное на канале, где я критикую Нику Пиксель, его тоже легко разнести на самом деле. Его очень легко разнести. Если этим займутся нормальные феминистки, они его просто раскатают. Я это признаю. Потому что, ну, то есть, их намного больше вещей, которые их объединяют, чем их разделяют. Ну, то есть, их, как бы, часть риторики их разделяет, безусловно. Но, по сути, вот... Почему быть анархистом, мавитон на Ютубе, потому что Ежи не любит. Садыков пишет, да, феминистки умные, Ежи тупой. Так и запишем пациент. Нет, Ежи не тупой. Ежи тоже непросто раскатать. Особенно, если он серьезно подходит к спору, понимаете? Если Ежи серьезно подходит к спору, его трудно раскатать. А иногда нет. Иногда легко. Иногда в некоторых вопросах легко. Но вы просто думаете, что феминизм это какая-то, знаете, секта одна единственная. Феминизма много. У феминизма множество различных концепций. Феминизм многообразен. Тут, как вот не посмотри, у феминизма большой пласт. Большой такой вот пласт информации, так или иначе. Большой пласт риторики. И этой риторики она раскатает много кого. Этот феминизм. Ну, то есть феминизм это не то, чтобы сильно слабо. Ну, например, астралиция-воительница в батле вместе с медиком, на мой взгляд, она победила. Как ни странно. Понимаете, как ни странно. Феминистка и не самая умная. Она, астралиция-воительница, она довольно-таки поверхностна в своих тейках. А медик пытался как бы в медицину куда-то там уходить. Но у медика были прям очевидные ошибки. Просто очевидные ошибки. И астралиция-воительница просто разносила буквально без каких-либо апелляций к науке. А вот без каких-либо апелляций к науке просто разносила его. Вот так вот сидела. Ну, вообще-то у вас тут... Вы говорите, что это опасные работы, да, и поэтому их не доверяют женщинам. Но для мужчин они тоже опасны же, да? Да? Правильно? Правильно, правильно. Они тоже опасны. Спасибо, Денис, спасибо, Денис, за пожелания. Приходите, пожалуйста. Ну, тут, понимаете, здесь все очень сложно. Здесь все очень сложно. Но астралиция, может быть, потом... Да, я обсиралась несколько раз, но у нее по таким вот большим категориям, по большим категориям все ответы были даны хорошо. Просто, знаете, когда одним предложением можно отменить всю риторику даже базирующейся на науке оппонента. Такое иногда бывает. И, к сожалению, медик попался во все возможные ловушки, которые только можно было сделать. По донатам тоже астралиция выиграла, но я считаю, она и так там держалась очень даже достойно. Ну, хоть я и не очень уважительно отношусь, честно, к астралиции-вохителице, я не скажу, что она прям, знаете, гений феминизма. Что она прям вообще бы всех вынесла, но вот в той битве мне показалось, что она сильнее оказалась. Здравствуйте, Александр. Возможно ли с экономического факультета перевестись на философский? А если нет, то с каких вообще возможно? Вы знаете, RedFox, в свое время я перешел с физкультурного, в общем-то, факультета, из физкультурного вуза Лезговта в СПБГУ на философский факультет, в магистратуру. Но тогда это было возможно сделать. Я не знаю, как сейчас. Сейчас, говорят, уже нет. Пожалуйста, лучше спрашивайте в университетах. В университетах лучше спрашивать. Вам вряд ли кто-то поможет из стримеров. Ну, лучше в университет позвоните и спросите. Куда вы хотите, на любой философский факультет, в интернете все данные обычно выложены. Ну, вот это самый верный способ добиться своей цели. Всякие анкапы, это же анархисты, по сути, да? То есть это такая же левацкая хуйня. Просто там есть... Не, ну, друзья, просто недооценивать феминизм, это большая ошибка. Потому что те, кого вы недооцениваете, они потом будут вас выносить. Как вы устраиваете революции? Сжигать. Сжигать ваших детей. Есть их. И так далее, и так далее, и так далее. Эти капитализма. И вот, как бы, нихель-пихель она поняла, что это все неправильно. Потому что при капитализме там бедные будут всегда, и так далее. Бля, я только раз поняла, что я хотела вступить в партию, Паш. А, астролисты, простите, астролинцы. В партию партия, да. Я тогда очень сильно любила Веру Кичанову, я любила Максима Катца. Я думала у себя в голове, что... Блядь, кто все эти люди? Максим Катц, это... Максим Катц звучит зловеще, как комиссар Коган. Подождите, Максим Катц, это не тот ли вот этот гей-проститутка, который был профессиональным игроком в покер, а потом, типа, переехал в Россию и стал урбанистом, как Варламов, куда-то баллотировался. Блин, ну, я же суров. Это не Этли... Да, римляне недооценили варваров и проиграли. Действительно, действительно. Нет, друзья, реально, у феминизма очень большая база. Если вы к этой базе не готовы, если вы серьезно к ней не относитесь, ну, вы в любом споре будете проигрывать. Просто привыкайте. Привыкайте к тому, что феминистки будут вас выносить. Если вы вообще собираетесь спорить с феминистками, просто, если хотите с ними спорить, берете и учите мат-часть. И начинайте ее разбирать просто вот по кирпичикам. Единственный способ как-то с этим разобраться. Не тот ли чувак, нет? Ну, точнее, как чувак. Не будем использовать эти самые гендеры. В моем видео, где там у меня 9000 просмотров, я этого не сделал. Я, честно, там просто угорал. Так что, друзья, я тоже признаю, что я... Меня легко вынесут феминистки, если мы начнем спорить без подготовки. Я буду вынесен, скорее всего. Ну, согласен, что 90% феминисток сами не знают мат-часть. И, скорее всего, сама Аника слабовата. Смотрел ли я хайлайты стрима Росова и Рыбникова? Не смотрел хайлайты. Я иногда заходил и посматривал, о чем они беседовали. Я видел загадку с гонкой, где Рыбников начал не про гонку вообще отвечать. Было весело. Блин, можно было бы пошутить про всякие нашивки, но я... Ну, я не знаю, стоит ли самому вытягивать Рыбникова на стрим. По-моему, сам Рыбников стал немножко скучнее, чем был несколько лет назад. Но Росов молодец, Росов молодец. Ну, который... Нет, не буду я так шутить, а то совсем как-то плохо получится. Шутка очень смешная, но очень некорректная, поэтому ладно, забыли. Да, про гонку было очень смешно. Ответ про гонку это то, что надо нахайлайтить, друзья, прям обязательно. У Росова... Росову почтение, конечно, здесь, ну... Я вот не знаю, я думаю, попробовать позвать Рыбникова или нет. Просто с Бояршиным у меня куда больше общего. Говарк Рорк, господи, прости меня, Господь, вообще... Ну, как бы мы с Росовым как братья получились, знаете. Я с Бояршиным постримил, с Рыбниковым как бы. Нормально, нормально, идём. Стой, и сука. Да, прости меня, Карл Маркс. Всё было очень плохо. А потом случилось такое... Вообще, прости меня, Господь, это очень странно звучит, потому что, ну, это явная апелляция к патриархату. Я, блин, начала очень много читать. И начала много узнавать о мире. И узнавать, как всё вообще работает. И я могу сказать, что я не согласна в том, что рай наступит на земле, когда мы просто отъебёмся от капитализма и позвали на рыночку. Им кто-то обещал рай на земле. Объясните, в чём проблема. Я так понимаю первичные потребности, закрытые у людей, которые занимают... Кстати, как тебе позиция Марго, что орфоэпия в русском языке бесполезный раздел для преподавания в школе? И его аргумент, что детей надо учить произношению слов, как их говорят в обществе. Да без разницы. То есть, понимаете, относительно литературного языка, обучения его в школе, ну, здесь, я считаю, всё неоднозначно. Можно делать вообще как угодно и неважно, как это будет происходить. Можно ли, считая книгу, узнать, как всё работает? Но если это книга о том, как всё работает, почему бы и нет? Вряд ли, конечно, такая есть, но... Ну, как это возможно? За что тупым людям платят деньги? Те деньги, которые позволяют думать не только о потребностях. Ну, слушай, а почему люди донатят Габзавру и Людмиле? Почему люди донатили Мопсу, чтобы он там, блядь, его хуярили по голове куском сала? Вот то же самое здесь, как бы интернет-активизм. К тому же, к тому же, вот тебе, смотри, ты смотришь и охуеваешь, да? То есть тебе нехиль пихля... Друзья, пожалуйста, задонатьте мне деньги, чтобы я, в общем-то, кого-нибудь салом отхерачивал. Она кажется каким-то, блядь, мутантом просто, да, которого вообще существовать не должно. Но ты должен понимать, что её идеи, они вообще в тренде, да, в глобальном тренде, потому что... С Заком Дауменом согласен, в школе нужно преподавать быть счастливым, да, согласен. Если мы посмотрим на всякие социологические исследования, там, взгляды западной молодёжи, то в основном, если мы всё это, как бы, обобщим и усредним, вот это вот квази-социалистическое говно, оно наполняет большую часть черепных коробок современных молодых обывателей. Именно поэтому там люди... Да чё на донаты еже отвечать, скучно. Это не мои донаты, друзья. Не я за это деньги получил. Сандерса, там, во Франции Макрона, и так далее, и так далее по списку. То есть, вот это вот социалистическое говно, которое мы с тобой... Мягко, понимаете, я как бы не правый, не левый, не центрист. Мне как бы пофигу, ну, называть оппонентов говном сразу. С учётом, что еже, ну, давайте честно признаем, честно. Еже обычно сталкивается со слабыми левыми. Ну, то есть, эти левые, как бы, немножко интеллектуально неполноценны. То есть, он берёт не самых лучших из левых, не самых серьёзных, не самых доказательных. Но говном называет при этом всех. Ну, то есть, если бы он с каким-нибудь Адорно спорил... Они с Маргиналом, кстати, любят называть Адорно там говном. Ну, окей, но я думаю, Адорно бы их вынес обоих. Вперёд ногами. Рассматриваем как некое фричество, как некую интеллектуальную патологию. В действительности, это мейнстрим. А вот наши взгляды, это потолоки. Потому что мы в меньшинстве. Мы маргиналы в этом мире. Сашенька, станете левым за 5К? Да, стану левым за 5К, буду защищать левые идеалы. Давайте, Рэд, скидывайте, скидывайте мне 5 тысяч. Я напишу даже у себя в этом... Напишу я левый. Я напишу левый у себя везде, везде. Александр Шатов, осьминог левой бесконечности. Мы чужие на этом празднике, понимаешь? Ну ладно, некоторым он действительно чай носит, согласен. Саморегулироваться. Либертарианцы, они типа молятся на рыночек. Они считают, что рыночек это самое лучшее вообще, что... Не, ну просто реально, получается, когда Ежи говорит про левое говно, он подразумевает худших представителей. Ну не подразумевает, он говорит левое говно по отношению ко всем. Но мы понимаем, с кем чаще всего Ежи сталкивается. А за тысячу нет. Тысяча мало. Да, но при этом некоторые из них против прав интеллектуальной собственности и против государства. Понимаете, я не то чтобы против левых. Мне не нравятся практики, в общем-то, левых в 20 веке. Это, конечно, ну такое себе. Конечно, такое себе. Но, но, ну как бы, блин, ну как бы, блин, я все равно не считаю левые идеи бессмысленными. Даже идеи феминизма не считаю бессмысленными, честно говоря. Странно, странно. Государство, хотя, в общем-то... Да, худших чаще всего обсуждают, но давайте тогда брать худших правых. Худших правых давайте будем брать, там, Роберт Райт, он же правый, маленький вот этот пацан, который... О, давайте его обсуждать, его критиковать давайте будем. И как только мы его вынесем, мы будем кричать. Ура! Левые победили правых опять! Коммунизм снова побеждает! Для безопасного протекания экономических транзакций государству необходимо. И нет ни одного исторического прецедента, когда развитые капиталистические отношения существовали бы в негосударственном обществе. Но не будем о грустном. Человечество изобрело, что капитализм... Потому что нужно разграничивать, да. Молиться на рыночек это одно, а осуществлять какие-то конкретные практические политические решения, которые бы были направлены на поддержание и развитие рыночной экономики, это совсем другое. Да, то есть, как бы, либертарианство и либертарианские горлопаны, это про риторику. Да, это, как бы, взгляды, идеи этих людей не имеют никакого отношения к реальному миру. При этом люди, которые делают реальные какие-то преобразования в экономике, которые могут показаться нам правыми, ну, то есть, работать на рынок, то есть, что-то изменять на рынке, как-то функционировать, его как-то вот регулировать. Эти люди могут быть по своему мировоззрению левыми. Представляете себе, как это интересно тоже? Ну, с другой стороны, вот это говно, которое у нас сейчас на экране... Как назвать существо, если он против всех религий и политических взглядов мертвец? Оно еще хуже. Ничего, Шан Ян не сразу стал советником Цинь. Здравый, асюдок победит. Ну, рано или поздно, да. Рано или поздно, да, но, скорее всего, человечеству придется пройти через новую эпоху концлагерей, связанных с приходом к власти вот этих вот милых созданий в кавычках. Ну, то, что Ежа опять же говорит, что создадут концлагеря вот эти вот замечательные левые создания феминистки, да ну нахер, конечно же. То есть, в принципе, в 20 веке тоже в какой-то момент к итогу века пришло разочарование в социалистических идеях, да, и люди поняли, что социализм, национал-социализм, интернационал-социализм – это не самая хорошая идея. Но для того, чтобы людям прийти к этому выводу, да, пришлось вот перенести определенные трагедии и геноциды. А кто сказал, что обязательной, в общем-то, характеристикой любого социального, социалистического режима является непосредственно Холокост, там, массовые убийства. Мы не поддерживаем Холокосты, кстати, репрессии. Кто же сказал? Непонятно, непонятно. Ну, то есть, практика не является критерием истины, потому что в данном случае речь идет о понятиях, об общих понятиях. На мой взгляд, вполне очевидно. Да, я же действительно так сказал. Но, на мой взгляд, вполне очевидно, что левый режим может обойтись без репрессий. Связанный с приходом леваков кулак. Ну, это просто вот очевидно. Может обойтись без репрессий. Может? Может. Вполне себе может. Почему бы и нет. 21 век, увы, он может быть больше похож на 20 век в этом смысле. Потому что сейчас вот это вот социалистическое говно, оно снова поднимает голову. Ну, а то, что феминистки там всех убьют, да ну нахер. Ну, то есть, это на шутку даже больше похоже. Снова дается, значит, богатые всходы. И снова, в том числе, молодые интеллектуалы, они проникнуты идеями о том, что, в принципе, социализм не такая плохая идея. Типа, да, там были какие-то косяки в реализации. Но, вот, как, в принципе, сама идея-то, она хорошая. Поэтому давайте вот еще разочек попробуем, да, правильный социализм построим. Ну, какая разница, если там написал Маркс и сказал Рудой, если на практике не может. Понимаете, в чем дело? На практике-то может. Проблема в конкуренции. Проблема в том, как происходит конкуренция между разными режимами. Если бы какой-нибудь условный коммунизм реализовывался на каком-нибудь необитаемом острове, о котором никто не знал, по-моему, все было бы хорошо, например. А вот, когда приходится конкурировать с более развитыми режимами, то тут уже трудно. Многое зависит даже не то, что от качества этого самого режима, сколько просто от разных случаев, от огромного количества факторов, от всевозможных ситуаций, случайностей и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, экономических факторов, просто вот от воин тоже. Кстати, США очень сильно на войне поднялась. Соединенные Штаты Америки поднялись, получается, поднялись на войне. Второй мировой. Тоже интересно же. Тоже интересно. Историческое событие могло повлиять на установление силы и власти того или иного государства, что, знаете, тоже как бы интересно, интересно. А, коммунизм подавляет частную инициативу, и что? Ну, в конце, да, снова придет разочарование после того, как они убьют опять несколько десятков миллионов, значит, людей. А зачем нам частная инициатива? Ну, в смысле, может быть, да, может быть, нет. Они... Ну, понимаете, улан коммунизм может быть разным. Или их потомки, они поймут, что... Джон Дой правильно сформулировал мою мысль коротко. Если до этого не было, не значит, что потом не будет. И если до этого было так, то это не значит, что потом будет так же продолжаться в том или ином режиме. Или в тех или иных подобных режимах. Притом же очевидно, что коммунизм и феминизм — это разные вещи. Генеалогически похожие. Генеалогически похожие, но не одинаковые. То есть Е же приводит довольно-таки поверхностную аналогию. Видимо, это не очень хорошая идея была. То есть человечеству полно решимости снова наступить на социалистические грабли, как это в 20 веке случилось с очень многими странами. Это вот просто... Не, ну просто интересно. Я продолжаю как бы комментировать видео. Хай, хай, привет, Кирилл Рептилоид. Иисус на палочке и нужно, чтобы... Бля, Иисус на палочке. Какой ужас. Он существовал, и никто не мешал. Как же духовные скрепы? Государство туда не лезло, ни в коем случае никто туда не лезет. Он сам все будет делать. А какого хуя? Еще же не так много времени прошло, чтобы опять экспериментировать с построением социализма. Не, ну как это не много времени прошло? Смотри, на постсоветском пространстве выросло... Точнее, подросло новое поколение долбоебов. Друзья, закажите мне тогда на канале Сыча вот это вот самое видео, где Ежи, так скажем, обсирается. Я вроде фрагменты смотрел с обсерами. ... которые, в принципе, в Советском Союзе никогда не жили, и помнят постсоветский Союз только то, что там... Да, Цунадо, я не против, СЖВ никогда не был, но и никогда не был за. То есть для меня все сомнительно, для меня любые практики сомнительные политические. Да, потому что феминизм... Да, также, кстати, феминизм 20-го века не есть феминизм 21-го века, друзья, да? Там был Гагарин, дешевая колбаса и вкусное мороженое. Поэтому... А почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать снова? Как это? Нормально, понимаешь? Ну, в общем-то, люди, которые помнят, что такое там Освенцем, Колыма, Бухенвальд, они, в общем-то, эти люди ушли в силу естественных причин. Ну, то есть, получается, тоже будет новый Освенцем, да, как я понимаю? Кстати, именно поэтому у левых современных такие раздражения вызывают там даже относительно невинные документалки какого-нибудь Дудя про Колыму. Потому что их-то цель как раз, чтобы люди как можно скорее запомнили этот негативный опыт и помнили только вот какую-то романтизированную сказку про то, что вот, социализм, великая эпоха. Да, Освенцем мы не одобряем, ни в коем случае не одобряем. Вы максимально отъебетесь, максимально будет благостно жить. И когда, чем больше вы доебываетесь до рынка, пытаетесь его контролировать. Да, но это вот сейчас тоже своего рода дискуссия, которая была в рамках интернационала между анархистами и, значит, социал-демократами. То есть, понятно, на стороне социал-демократов этой дискуссии выступает. ...регулировать или регулировать, тем хуже. Я с этим не согласна. И очень тяжело, наверное, это допереть в России, в которой, когда государство хоть как-то доебывается до рынка, государство становится хуже. Да, действительно, такое ощущение, что в России, да еще, наверное, во многих странах, где государство хуево работает... Ну, Цунада, мы не одобряем национал-социализм, но вы правы. Но вы в целом правы. Сами идеи надсоса, надсоса, так скажем, они не включают в себя непосредственно те деяния, которые были совершены надсосами. Напоминаю, что изначально надсосы, вот эти вот плохие, которых мы не одобряем, они не то, чтобы очень стремились убивать евреев. Изначально такого плана вообще, в принципе, не было. Хотели их вывести, насколько я помню, вывести из страны. То есть, дать им выход. Но кто-то, что-то никто не брал евреев, никому они были не нужны. И потом, во время войны, и война, в общем-то, тоже все усугубила, получилось. Ну, пришлось, пришлось очень жестоко и плохо к ним относиться. Ну, мы не одобряем ни в коем случае плохое отношение. Это плохо, это плохо, но тяжело, но тяжело. То есть, друзья, мы не одобряем национал-социализм, но у нас есть национал-большевизм в России, знаете. Национал-большевизм у нас в России есть. Эта идеология абсолютно идентичная по основным своим идейным тенденциям национал-социализму. Лимонов, вот этот, не знаю, Прилепин. Абсолютно идентичные идеологии. Ну, запрещен, конечно, запрещен. Конечно, запрещен национал-большевизм. Но есть, но есть. И, как бы, понимаете, некоторые считают его замечательным. Один из самых известных писателей современности. Захар Прилепин поддерживает эту идеологию, распространяет ее в своих книгах и так далее, и так далее, и так далее. Вот, есть аналог. И, вроде бы, все. Повышаю заказанные мной два видео до двойной очереди. Хорошо, Джек Бауэр, тогда мы их сегодня посмотрим, два этих видео. После, 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 после. Где оно? Боже, нет, не оно. Вот это вот видео. До двойной очереди берем повышение. Берем повышение до двойной очереди. А пока продолжаем обсуждать ежи. Следующее видео, нет, не вот это вот. Вот, получается. Вадим Шефтер слова. Повысил. Я их перенес непосредственно физически у меня в закладочках, чтобы все видели в очередь. Прости меня, Россия, пожалуйста. Шадов, почему я мертвец, если я считаю, что все это неописуемо глупо, все религии и политические взгляды. Все это мусор и иллюзии для разума. Скорее, на нигилизм похоже такой. Но если вы еще к науке так же относитесь, то это, наверное, абсолютно нигилизм будет. Желательно, это видео. Обожаю мертвец. Наверное, первая такая мысль, это то, что... Ежи, вы не одобрите, конечно. Но вы не могли не заметить, что эволюция и деньги полностью совпадают со стасом. То есть, от либертарианства до социалистов. По-твоему, подобные люди лучше бы оставались либертарианцами или лучше стать такими левыми? Два стула, выбирайте. Ну смотри, поскольку такого рода эволюцию взглядов мы можем считать естественной, то, конечно, лучше, чем если бы они были последовательно левыми. То есть, последовательно социал-демократами. Понимаешь, если они... Ну, то есть, мы сейчас не про Стаса, мы про Нику говорим. Про Стаса я плохого ничего говорить не буду. Правильно, не надо говорить ничего плохого про Стаса. Потому что я считаю его неплохим человеком. Да, вот мы сейчас смотрим ролик Нихель-Пихель, да? Если бы Нихель-Пихель осталась в либертарианском лагере, она бы все равно не смогла в этом лагере занять место главного идиота и фрика. Мы не одобряем шейминг Светова. Светов замечательный и умный человек. Потому что это место уже занято. Сами понимаете, кем. Вот. А вот, в принципе, среди социал-демократов почему нет? Они раскрылись в очередной раз. Вот и Светов Давич открыл в своей партии феминистическое подразделение.катс тот самый. Ты думаешь, его просто так называют Аллу-Покер? Молодые интеллектуалы проникнут социализмом. Ахахаха. Интеллектуалы? Ну-ну. Не, я когда говорю интеллектуалы, я не имею в виду Нихель-Пихель, естественно. Понятно, что она идиотка. Я имею в виду вот Нихель-Пихель, который решил, что он женщина. Но все мы прекрасно понимаем, что Контр-Пойнтс это на самом деле Ольгерт Семенов, который выучил английский язык. Ага, значит, чтобы все было хорошо, надо, чтобы государство не доебывало. Надо вот рыночек, чтобы сам все регулировал. Но Нихуя, Нихуя. Ну, опять-таки, тут в принципе, я не собираюсь защищать либертарианцев ни в коей степени. Потому что, ну, тем более, что я уверен, я глубоко убежден в том, что социал-демократический... Не, ну, проблема заключается в том, что та же Ника Пиксель не выдержит баттла даже с Усмановым, например. Но Усманов ее вынесет. Я, кстати, не знаю, победит ли Усманов Ежа или нет. Они по риторике, может быть, оба столкнутся и... Может быть, и Ежа проиграет, кстати. Взгляды и взгляды гендерного социализма, которые исповедуют Ника, это, в принципе, такое же говно, как и... Конечно, Ежа говорит куда более уверенно, но... Но знаете, знаете, чисто вот по риторике и ввиду того, что Усманов кандидат наук вроде бы, там он может задавить, он может авторитетом задавить. Взгляды анкапов. Мы не про того Усманова. Поэтому я, в общем-то, могу занимать только позицию, как бы сожрите друг друга, да, чума на оба ваши дома, Монтеки и Капулете. Поэтому пусть, в общем-то, сами либертарианцы записывают ей там ответочку на ее ролики. Вообще пусть они больше друг с другом воюют. Потому что, в общем-то, когда они друг друга уничтожат и когда их не станет, в общем-то, тогда и будет все хорошо в этом мире. Ну, что я могу сказать в данном случае? Или не Усанов, может быть? Я не знаю, как этого чувака зовут, который такой вот вышкинский, в общем-то, либертарианец. Ну, не важно, не важно. Так вот, а Ежи сейчас проявляет радикальный догматизм. Это фанатизм называется. Это фанатизм называется. Это называется фанатизм, когда человек хочет, чтобы представители всех альтернативных взглядов просто вот исчезли. Когда они исчезнут, тогда нам и будет хорошо. Ну, это фанатизм. Хуже более фанатичного высказывания сделать невозможно. Ну, можно просто начать убивать людей дальше, чтобы вот наконец-то все стало хорошо. Я даже вижу здесь, что если Ежи придет к власти, у нас будет большее количество репрессий, чем если Ника придет к власти. Простите за то, что я ошибся с Усановым, друзья. Поэтому вперед. Ну, господи. Пусть анархисты и, значит, коммунисты убивают... Ой, нет, это нельзя так говорить. В общем, пусть коммунисты и анархи... Я, в принципе, не знаю, я не считаю Ежи глупым человеком, но здесь он, опять же, как бы проявляет фанатизм какой-то такой вот ярый. Социалисты борются друг с другом, эти всякие социалисты, вот это все говно. Желаю им удачи. А за 10 па и светов или там гоблин может стать хорошим человеком или за этих цена выше? Не, ну почему нет? Можно, можно попробовать. Только единственное, ты с донатом укажи, кто именно, да. То есть, какая именно апологитика должна быть. А, потому что рыночек тогда дорегулируется... А, рыночек порешает. Все так, что бедные будут еще беднее, богатые будут еще богаче. Природа... Из чего это следует? Вот, вот, опять-таки, она говорит, что... Мы посмотрели видео Ежи Сармат критикует поэтические... Поэтические... Политические взгляды Никсель Пиксель. Так Ежи говорил, что не нужны репрессии коммунистам. Напоминаю, что Ежи Сармат фанатеет от замечательного Сингапура, где за коммунизм статья вообще-то присутствует. Ну... Просто это уголовное дело, друзья. Нельзя исповедовать левые взгляды.